МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но проблему не решают. Почему? К чему все это может привести? И какой выход видят эксперты? Все это мы сегодня обсудим с Павлом Гудовским, экологом-председателем Красноярского регионального отделения Российское экологическое общество. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, сегодня все обсуждают новость, что полигоны переполнены. Но на самом деле об этой проблеме говорят уже лет 8 точно, если не больше. Еще в 2016 году, наверное, вы помните, говорили, что полигон возле шинного кладбища переполнен, нужен новый. В итоге в 2021 этот полигон возле шинного кладбища закрыли, нового так и не появилось. В чем проблема? Все-таки я думаю, что долгое время, порядка четырех лет реализации так называемой мусорной реформы, но неверная экологическая политика реализовывалась в Красноярском крае. И ведь эта проблема не только Красноярского края, она реализовывалась неверно во многих регионах, поэтому у нас лидеров в достижениях реформы не так много. В принципе, есть лидеры только там, где много денег, Московская область, Москва, и то там, так сказать, сомнительные лидеры, потому что все равно все в отходах, все в больших полигонах. Проблема в том, что, наверное, долгое время не давали возможность бизнесу самореализовываться на территории Красноярского края. И если посмотреть начало реформы, 19-й год, то были предложения, и приходили к нам из других регионов компании, пытались здесь строить и мусоросортировочные комплексы, и были предложения по технопаркам, и даже если вспомнить КЭФ, где даже была презентация вместе с губернатором новых эко-технопарков ровно в том виде, который и ставил задачу реализовывать президент нашей страны. Да, много чего говорили, но ничего в итоге не получилось. В чем затык? Затык, я думаю, что затык как раз в том... По причине этого затыка, наверное, сейчас уголовные дела и заводятся. Заводятся уголовные дела на чиновников, которые непосредственно были у руля этих всех процессов. Ну, то есть это бизнес? Это бизнес, это коррупция, но вот, к сожалению, она не обошла нас стороной. Ну, понятно, что это огромные деньги, бизнес, но ведь это невероятные риски. К чему может вот это все привести? Какой вред экологии? Это не то, что даже к чему это может привести, это уже все привело, и мы достигли той точки, с которой очень тяжело вернуться хотя бы на тот уровень, который в 2019 году был, когда мы заходили в реформу. Экология это, например, в том году у нас прокуратура с Роспреднодзором выявила загрязнение сельскохозяйственных земель рядом с полигоном автоспецбаза, который единственный в Красноярске сейчас. Потому что все попадает в грунтовые воды и... Конечно, конечно. Ровно поэтому же у нас вводятся различные режимы пред ЧАЭС, потому что переполненность полигона, она влечет к тому, что будут объекты окружающей среды загрязняться. А так как мы напрямую соприкасаемся, жизнь людей напрямую соприкасается с объектами окружающей среды, пьем, едим, то, что выращиваем на землях, это все попадает к нам в организм и наносит непоправимый вред нашему здоровью. Ну и люди уже из районов говорят, что мусор стали вывозить реже, хуже. А это крысы, инфекции и так далее. Конечно, да. Но ввели режим повышенной готовности. Что это значит, что он дает этот режим? Данный режим, он позволяет эксплуатировать объекты, на которых уже закончились лимиты по захоронению отходов. Мы говорим про автоспецбазу. Это автоспецбаза и Ачинский полигон. Они оба полигона в краевой собственности, эксплуатируются предприятиями. И на данных объектах закончились лимиты. То есть все запрещено техническим проектом, запрещено сверхнормативно его... Но этот режим дает возможность все равно туда свозить. Его дальше свозить. Ровно поэтому в решении и ставится задача усилить контроль за негативным влиянием на объекты окружающей среды. Потому что проектом предусмотрен, например, миллион тонн. Все, что свыше миллион, это будет уже негативно сказываться. То есть он будет продавливаться. И вот почему усиливается контроль за негативным воздействием? Потому что принимается решение о сверхнормативном размещении отходов на этих объектах. И поэтому нужно контролировать подземные воды, почву, воздух, все, что подвергается... Но вот в таком режиме сколько может еще полигон существовать? Ну вот с учетом того, что, к примеру, в отношении Красноярского полигона, если у нас и до введения этого режима уже в том году были выявлены нарушения, мне кажется, это прямо большой экологический риск точно, на который вынуждены идти, потому что другого решения нет. Больше некуда просто возить. И я думаю, что точно ничем хорошим это не закончится, потому что данный процесс вообще на контроле у Генеральной прокуратуры. Ну а дальше что? За какой срок нужно решить проблему? А здесь неправильная постановка вопроса. Здесь за какой срок смогут решить проблему? Нет, давайте так. Нужно. Вот чисто с экологической точки зрения, за какой срок... Понятно, что нужно вчера. Нельзя было это допускать правильно. Да, понятно, что нужно вчера. Но вот сейчас ввели режим повышенной готовности. Сколько есть времени? Ну максимум, например, год. Нет времени. Вот если с точки зрения экологии, все, уже идет негативка. Это уже приведет к определенным катастрофическим последствиям. Ставить вопрос, насколько быстро они, власти, это сделают. И здесь вот как раз то, что у нас Михаил Михайлович Катюков подписал соглашение с ППК РЭО. И то, что у нас министр вещает, что достигнуты договоренности по строительству тех или иных объектов. Вот вся надежда, насколько плодотворно власть, бизнес и население в этом ключе сработает между собой, чтобы появились новые объекты. Ну, кстати, давайте сейчас послушаем, что заявил министр экологии, что может решить проблему. Земельный участок, на котором можно размещать полигон, он внесен в территориальную схему. Он уже есть. Остается, это в Березовском районе, остается решить вопрос. Его перевода в земли, промышленности, проектирование и строительство там полигона. У нас есть инвестиционный проект, который мы сейчас рассматриваем. И если он будет реализован, еще раз повторяю, это даст возможность развести потоки правого и левого берега. Немножко поясню. Он говорил о том, что в Березовском районе есть земли. Их нужно перевести из сельхозназначения в промышленность. И вот там появится новый полигон. Что вы об этом думаете? Ну, то, что у нас есть определенные предложения отряда предпринимательского сообщества. Есть несколько инвестпроектов по Красноярскому краю. Ну, мы, в принципе, с этим и начинали реформу. У нас всегда были какие-то инвестпроекты. Но, как мы видим, вот, по прошествию пяти лет, но ни один проект не сработал. Я, опять же, возвращаюсь к тому, что насколько сейчас власть сможет скоммуницировать с бизнесом и все-таки построить эти объекты, от этого зависит напрямую, будут они вообще или нет. То есть, ваши слова, если перефразировать, здесь вопрос больше в политической воле. Даже уже не то, что политическая воля, уже, знаете, такая ситуация, что даже если кто-то сильно захочет, это не говорит о том, что у него получится. Здесь нужно находить слишком большой разрыв между теми, кто будет там работать, и между теми, кто будет регулировать его работу, между властью и бизнесом, проще говоря. И вот этот разрыв нужно прямо сейчас сглаживать, и это прямо большая работа. Нужно прямо поменять отношение у власти к бизнесу. Не ты, не власть должна быть здесь, предпринимать позицию, что вы должны ко мне прийти и со мной общаться, а власть должна идти в бизнес и искать, и ему помогать, что давайте быстрее, быстрее, что вам нужно для этого. Мне кажется, вы что-то фантастическое сейчас говорите, поменять отношение, позицию. К сожалению, по-другому никак. Это на десятки лет, мне кажется. Нет, вот это вот именно, если позиция власти будет в этом отношении жесткая, еще и будет определена ответственность, а в рамках ЧАЭСа, если она дойдет до ЧАЭСа, эта ответственность сразу появляется, то здесь все задумываются о своем будущем. А до ЧАЭСа, как вы думаете, далеко? А я считаю, вообще должны были уже ЧАЭС вводить. Я не знаю, зачем вводится предЧАЭС. Все, уже негативка есть. Какой вы видите выход? Вот этот полигон, если он появится, он решит проблему? Сам полигон, он решит проблему с захоронением отходов. Но он совершенно отклонит наш вектор развития в рамках реализации тех задач, которые ставит президент в рамках мусорной реформы, так называемой. Ведь задача-то минимизировать захоронение, а больше вовлекать во вторичный оборот. Вовлекать во вторичный оборот возможно только за счет мощностей по сортировке отходов и в последующей переработке вот этих вторичных материальных ресурсов, которые отсортировываются на сортировках. А если мы строим просто полигон, ну мы просто с одной ямы в другую яму будем закапывать. Да, конечно, это будет все законно, но мы совершенно отклонимся от показателей, которые требует от нас федерация. Поэтому и нужно возвращаться именно к технопаркам, которые изначально были заявлены, где на одном объекте основной упор это на сортировку и на утилизацию по следующим этих вторичных материальных ресурсов. И только те хвосты, которые остаются, которые невозможно переработать, только их захоранивать. Вот такие нужно строить. Ну это даже, наверное, не задача президента, но это тренд мировой на экологичность и на нормальное комфортное существование людей. Ну да, на цивилизованное обращение с отходами, я бы это назвал. Сколько это стоит? Это очень дорого. Экология вообще дорогая вещь. Равно поэтому у нас все буксует, и воздух не улучшается, и с мусором у нас проблемы. Но хотя бы есть диапазон, чтобы построить технопарк в нашем регионе, сколько это стоит? Ну технопарк, если мы с учетом утилизации, сортировки полигона, я думаю миллиарда два. Но такие люди есть. И это небольшие деньги. Вот для этого бизнеса это небольшие деньги. Такие люди есть, и сейчас реализуется хорошая инициатива от ППК РЭО, которая даже предоставляет определенную государственную поддержку на дешевые деньги. Осталось найти тех, кто рискнет в нашем регионе столкнуться вот с этой всей обстановкой с низким уровнем коммуникации между органами власти и бизнеса. И готов ли он будет включиться в этот процесс и вместе с новым уже руководителем региона выстраивать этот диалог. Мы с вами вот перед эфиром говорили, я вам сказала, что появилась такая информация, что якобы готовят построить технопарк, опять же в Березовском районе, про то, что говорил Чисовитин. Как вы думаете, вот этот проект может дойти до финала? Не могу знать. Вот знаете, вот если бы я на своей практике видел хотя бы один объект, который был озвучен и дальше он был построен, я бы мог с уверенностью сказать, что хотя бы мог бы предположить, что вот если вот по такому же пути пойдут, то они добьются результата. А так как ни одного объекта, было много озвучено предложений, но ни одного объекта не было построено, я не могу ничего гарантировать. Даже не могу предполагать, потому что это все зависит от множества факторов. Что вы как экологи, общественники, как сообщество можете в этом случае сделать, повлиять на власть? Я неустанно всегда говорю в своих социальных сетях о том, что в данном случае гражданское общество может и должно принимать активную позицию в части не оставаться в стороне от этого процесса. Мы должны быть такой сигнальной системой, потому что пока весь этот мусорный бардак продолжается в Красноярском крае, мы обрастаем нестационированными свалками и вот объектами, негативно влияющими на природу и на наше здоровье. Поэтому население должно стимулировать государственную систему пресекать эти все нарушения. Пресекая эти нарушения, она будет вынуждена становиться лучше и искать выходы из этой ситуации. Поэтому нормальная, здоровая, гражданская, активная позиция, она в этом ключе прямо очень необходима. Увидели? Не проходите мимо. Сфотографируйте, направивте в Министерство экологии, в полицию, в прокуратуру. Поэтому правоохранительная система и существует в нашем государстве для того, чтобы она работала и удовлетворяла запрос от населения. Поэтому нужно не молчать, а говорить, заявлять, громче говорить. Хорошо, что СМИ тоже громко говорит об этом. Абсолютно с вами согласна. Спасибо. У нас в гостях был Павел Гудовский, эколог, председатель Красноярского регионального отделения Российское экологическое общество. Говорили мы о мусорном коллапсе, который уже вот-вот будет в Красноярске и в нашем крае. Власти ввели режим повышенной готовности. Мы будем следить за этой историей, обязательно вам расскажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова